В здании второй сцены Мариинского театра прошло рабочее заседание с участием вице-губернатора Игоря Метельского. Перед заседанием руководитель северо-западной дирекции по строительству Марат Аганисян провёл экскурсию по строящемуся зданию. Бетонный куб второй сцены театра был наводнён охраной, контролировавшей каждый шаг журналистов. Они были предупреждены, что будут безжалостно выводиться из здания за съёмку на ходу. Вице-губернатор и журналисты были проведены в огромные помещения за основной сценой. Здесь можно будет проводить полноценные репетиции спектаклей со всеми декорациями. Строители попытались продемонстрировать на огромной стене видеопрезентацию строительства, но кто-то из журналистов задел ногой кабель и проектор отключился. Посмотреть презентацию, в которой были показаны движущиеся стены и пол, удалось лишь после осмотра фасада, облицованного юрским мрамором. Марат Аганисян рассказал, что этот материал был выбран за его высокую плотность. Далее Игоря Метельского и журналистов провели в одной из так называемых «эталонных» помещений – в уборную артистов балета, которая уже отремонтирована и обставлена мебелью. Придирчивые журналисты разглядели трещины на свежеокрашенной стене, предположив, что из-за спешки строители нанесли краску на невысокшую стукатурку. Журналистам была продемонстрирована основа моста над Крюковым каналом, соединяющего вторую сцену с основным зданием Мариинского театра. Мост не будет касаться стен Мариинки, из-за того, что здание охраняется государством, пришлось оставить зазор в три сантиметра. Игорь Метельский рассказал каналу Деловое ТВ, что о реконструкции старого здания будет принято отдельное решение. При этом он признал, что пока непонятно, как будет сделано отверстие в стене Мариинского театра в месте примыкания к нему моста. В 2003 году на конкурсе победил проект известного французского архитектора Доминика Перро, но из-за протестов общественности контракт с ним был расторгнут. Следующий проектировщик продержался меньше года. Точная стоимость создания второй сцены театра до сих пор неизвестна. Марат Аганесян заявил о том, что итоговая сумма будет известно в конце строительства.